Ребят, всем доброе утро! Я снимаю влог по вашему запросу. Я делала опрос в инстаграме, какие видео вы хотите видеть в ютюбе. И очень многие написали про жизнь обычную, обычные влоги. И что мы сегодня будем делать вместе с Сарой? Так это покупать, выбирать питомца для Сары, а именно морскую свинку. Так что беру вас вместе с собой. Затем у меня очень много посылок поприходило с сайта Амазон. Я с него очень часто заказываю. Кстати, очень много классных вещей я приобрела на сайте Амазон для моей квартиры, в которой мы сейчас живем. Я знаю, что вы хотите обзор квартиры моей, в которой мы живем. Сейчас я обязательно сделаю обзор, сниму видео. Не снимала раньше, потому что я ждала мебель. Но, в принципе, уже можно снимать, потому что все закончено. Как красиво, Сара. Подровняли. А сзади поверни, покажи волосы. Ух ты, какая красота. А ты боялась. Зашли мы в магазин животных. Здесь ящериц продают. И один единственный морская свинка. Я его хочу. Сара уже говорит, я хочу его. А я говорю, может, другой магазин? Она говорит, нет, вот этого хочу. Там он, вон, прячется. Черно-желто-белый. И что, вот она моя стрижечка. Я сделала удлиненную челку. Немного лесенку добавила, чтобы облегчить мои волосы и укладку. И что вы думаете, у нас увели из-под носа хомяка первого. Хомяка, морскую свинку. Мы в один магазин заехали. Уже пошли за него платить. Здесь, оказывается, впереди нас семья забрала. Так что мы приехали в другой магазин. У нас еще их три в запасе, да? Заходим. Все-таки в очередной раз я убеждаюсь, что все, что не делается, делается к лучшему. Потому что мы заехали в другой магазин и нашли именно тот окрас, который Сара хотела. Когда приедет домой, я вам покажу. Вон она сидит довольная. С коробочкой. Потом покажем. Закрывай. Итак, знакомьтесь. Морская свинка. Девочка, не надо ложечкой. Мы боимся. Сара боится взять в руки. Я тоже, если честно. Мама. Вот Сара промечтала черно-белую морскую свинку. Это девочка. И она назвала ее Алекс. Видимо, мне придется первой взять ее в руки. Где ты говорила, можно гладить? Сверху? Сверху вот два пальца. Да? Вот, да. Счетовый мой. Принимай, малая. А за живот можно брать? Я не знаю, где тебя взять, дорогуша. И вообще, страшновато. Да? Ты зуб, наверное, такой маленький. Да, Алекс? Алик. Алик. Я боюсь. Маму, бери. Это в школе еще немного болит. У меня есть рукавица для готовки. Пошли. Пошли? Нет. Это просто неудобно ее брать. Мне кажется, она меня не кусит, но я боюсь. Да? Я боюсь. Окей. Я боюсь ее взять. Как ее взять? Да, да. Да, мам, смотри. Ты животик как будто... Я боюсь, что я животиком больно езжила. Нужно очень аккуратно. Купили морскую свинку и боимся взять ее в руки. Сейчас она побежит. Будешь ее сама потом ловить. Ты больно ей не сделаешь? Можно взять, да? Только несу ей пальцы в ротик. Подожди. И, привет. Алекс. Вроде спокойный, да? Да, спокойная. Спокойная. Итак, Савин хомяк смотрит с ней мультик. Хомяк, это, боже, морская свинка, извиняюсь. Она ест борщ, Сарита. Хомяк ест свою еду. И они смотрят. Аватар. Эй, Алекс. Мы не ожидали от тебя такого. Конечно, интересный экземпляр. Здесь точно должно быть что-то для хомяка. Открывай. Да, это вот домик. Вот такой вот домик заказали, клубничку. Ой, какой, смотрите, милый домик. Мягенький внутри. В виде клубнички. Как раз такой размер малюсенький. Вот, глядь может теперь. Много места и не убежит никуда. Вон уже прячется милашка. Она в домике. А чуть попозже нам привезут уже металлическую клетку. И другие части, паильник и так далее. И вот, наконец, последняя коробка. Девять вечера. И здесь у нас клетка для нашей морской свинки. И паильник, и еще кое-что. Ой, вот она, клеточка большая. Паильник. Это календарь мне. Я заказала себе календарь. И игрушка. Вот она уже сломалась. Но ее легко починить. Давай собирать клетку. Клетка оказалась такая большая. Тяжеленькая. Так, клетка у нас огромная. И здесь получается подклад прорезиненный. То есть легко убирать, если напипикает, накакакает. Вот и все, домик готов. И она как обычно прячется за домик. Она прячется. Мне кажется, ей нравится новый дом. Потому что клетка действительно огромная. Мне кажется, что два можно. Для двоих действительно. Но зато просторно сможет побегать. Хорошо, что у нас места есть. Достаточно для этой клетки. Если гости будут приходить, мы будем прятать в твою комнату хомяка. Хомяка. Почему я так и говорю хомяк? Морская свинка. Это девочка ей два месяца. Сара назвала Алекс. Я накрутила волосы на трубочке. И если вам интересно, у меня есть видео с видеоуроком, как я это делаю. Очень давнее видео. У меня там еще черные волосы. Оставлю ссылку в описании под этим видео. В общем, я буду в них спать. Не знаю, правда, как. В прошлый раз я не спала в них. Я где-то три часа ходила. Так что завтра у меня будут афрокудри без плойки. Показываю, что же у меня сегодня утром вышло. В общем, я спала в этих трубочках очень плохо. Никому не советую. Если вы собираетесь на какое-нибудь важное мероприятие, вам нужно выспаться. Но у них просто невозможно спать. Я завязала платок на голову. И все равно было очень сложно. Я вот от силы спала, наверное, часа четыре. Может, три. И проснулась, конечно, сняла их. Эффект классный. Очень объемные волосы. У меня еще есть, знаете, такая тонкая плойка, которая может докрутить какие-то моменты. Пока я их собрала вот в мальвинку, а потом хочу попозже поехать пофотографироваться в прачечную здесь. И как-нибудь распушу их более объемно. Ну, в общем, прикольно. Мне нравится. Такая, знаете, а-ля 60-е. Еще, наконец-то, ко мне приехала соковыжималка, сокодавка. Заказывала на Амазон. И очень прикольная здесь система. Мне она понравилась тем, что после того, как вы воспользуетесь, мыть много, в принципе, не нужно. Только вот эту часть. Это просто как бы отдельная стойка. И сок у меня будет из груши, яблока, селантра. Я забыла по-русски, как это. Вау. Кинза. Вспомнила. И сок у меня будет из груши, яблока, кинзы и моркови. Очень я довольна этой соковыжималкой. Она тщательно выжимает сок из всего. И вот посмотрите, прям сухие отходы остаются. Это груша, поэтому немного влажно. В общем, все остальное очень-очень сухое. И сока много получается. Я добавила масло. Немножко, пол чайной ложки где-то. Сизамойл. Если я не ошибаюсь, это кунжутных семечек масла. И турмерик, это куркума. В общем, такой вот иммунный коктейль. Девчонки, мальчишки, кто меня смотрит, я хотела вам посоветовать Polaroid. Этот Polaroid подсоединяется к вашему телефону. И вы можете прям с телефона распечатывать ваши скриншоты или фотографии. Но они будут, конечно, не такие яркие, как на самом деле. Немного тускловатые. Но я использую этот Polaroid для того, чтобы распечатывать фотографии на карту желаний. То есть я сейчас сделала карту желаний. И все картинки, фотографии, которые мне нравились, я быстро передала через Bluetooth на этот Polaroid. И распечатывала где-то 20 картинок, которые были мне интересны. Очень быстро, легко. И, в общем, кому интересно, на Амазоне я заказывала этот Polaroid. Называется он Mint. Заказала один чехол на 11-й iPhone. И один чехол на мой старый iPhone. Красненький. Сара, как твоя Алекс поживает? Хорошо. Алекс хорошо поживает? Хорошо. Вот. Заказала я себе еще на Amazon таблетки для печени. Затем заказала себе для щитовидной железы. Ой, Сара. Это, как обычно, заказала мой любимый сахар. Это мангфрут сахар. А я его просто обожаю. Он на вкус как настоящий сахар. Я его постоянно заказываю. Ну да, Алекс очень интересный. Алекс, можно я возьму? Не укусишь? Она не укусит, мама. Не укусит она. А, вот открывашки. Открывашки для бутылок. А моя любимая, кстати, минеральная корейская пудра. Увидела видео кошки The Cat. И заказала. Она стоит недорого, где-то 7 долларов. Вот они, два средства. Моих любимые в последнее время. Это BB крем от CoverGirl. Матирующий. Оттенок Medium. 540. И пудра минеральная корейская. Да, это мои мастхэва. Она прозрачная, эта пудра. В общем, вот это дешево и сердито. Очень крутые продукты. И такой вот у меня чехол на телефон. Красивый. Итак, девчонки, хотела показать вам мой заказик. С сайта House CB. CB вроде, да? А, кстати, ногти поменяла. Вот на днях. Пока снимала влог. Я вам уже не раз показывала, что я накладываю ногти. IMPRESS фирма. Мне они очень нравятся. Держатся примерно 2 недели. Стоит 10 долларов. И разные дизайны у них. В общем, очень удобно. Удобненько. Так, а теперь давайте развернем. Это у меня здесь топик. Я покупала его со скидкой. Примерно он стоил 80 долларов. А я купила его за 40. В общем, топик очень яркий. Так, ну здесь у нас благодарственные письма. Топик яркий в моем стиле. Как я люблю. Размер S. Я надеюсь, он мне подойдет. А, это боди даже. Боди. Я даже не знала, что это боди. В общем, очень красивый, яркий боди. Вот с таким вон бантом. Интересно, как он будет смотреться. Он вообще очень красивый. Праздничный. Класс. Сзади замок прямо аж до самого основания. Интересно. Померим. Обязательно вам покажу. Ребят, ура! Я все-таки наконец-то завершила этот влог. Я так думаю, что даже сегодня я его сяду и смонтирую для вас. Очень уж прям хочется. И хочу немного рассказать, чем я занимаюсь. Почему я так медленно снимаю, редко снимаю. Во-первых, мне не очень хочется рассказывать про свою личную жизнь. Я знаю, что очень интересно людям, что сейчас у меня происходит, какие у меня отношения с моим мужчиной, почему я переехала на квартиру, ведь мы жили в доме. Ну, я знаю, что вам очень интересно, потому что я как бы про это рассказывала, да, а потом резко пропала, перестала говорить, рассказывать. И да, я понимаю ваши обиды и понимаю ваше любопытство тоже. Сейчас у меня такие моменты в жизни. Я сейчас как бы усиленно занимаюсь несколькими вещами. Во-первых, я онлайн прохожу обучение в школе коуча Тони Робинса. Это такая тяжёлая работа, потому что вся информация проходит на английском языке. И мне приходится очень много переводить и запоминать. И, в общем, это 100 часов обучения. Я это делаю больше всего для себя. И я затем, знаете, что думаю, когда я уже усовершенствую себя, усовершенствую свои знания, тогда я смогу уже нормально, окончательно помогать вам и снимать какие-то полезные действительно видео. Не пустые видео с какими-то советами, а действительно полезные нормальные видосики, да, которые будут вам помогать. И будем постепенно разбираться в себе. В общем, с моими видео. А во-вторых, я сейчас прохожу курс Таро у астролога Анжелы. Может быть, вы знаете её. Я думаю, наверное, все её знают. В Ютубе у неё миллион подписчиков. Очень известный астролог Анжела. Она живёт в Австралии. И я всегда смотрела её прогнозы. И когда я узнала... Во-первых, она делает прогнозы астрологические, на каждый знак зодиака, про затмения снимает, про всё-всё-всё, и делает расклады Таро. Самое интересное, что для меня раньше Таро карты казались чем-то таким злым, плохим. Это как будто бы чёрная магия. Я даже смотреть на них боялась. Мало того, что я никогда не гадала с Таро, мне казалось, что это чёрная какая-то магия. Потому что я не владела информацией, я не знала, откуда эти карты. И мне просто, знаете, как раньше все говорили, гадать — это грех. Я эти карты никогда в жизни не рассматривала и никогда даже и не подумала бы, что я буду изучать это направление. Так вот, когда я узнала, что Анжела преподает курсы, я записалась на эти курсы по Таро. Мне стало очень любопытно это изучать, потому что уже до этого я интуитивно 3 месяца назад, даже 4 месяца назад, до того, как я начала эти курсы, я купила эти карты, заказала онлайн. И каждый день я вытягивала для себя какую-то карту. Например, я спрашивала, что же меня сегодня ждёт. Я вытягивала карту и смотрела обозначения в Ютубе, и всё очень даже совпадало. И у меня как-то, знаете, даже меня карты очень сильно вели в последнее время, отвечали на многие мои вопросы. Если у меня были какие-то сложности в жизни, они мне прям помогали, открывали глаза на какие-то ситуации, успокаивали. Вообще, как бы очень интересно ими заниматься. И в итоге, когда я уже начала про них изучать, это не чёрная магия, это не какое-то колдовство, это никакие не духи. Это всё очень интересно, это всё связано с астрологией, с планетами, с знаками-зодиаками, с, в общем, Вселенной. Да, как бы трактовка этих карт, она очень безобидная, и вы никаких там духов не дозываете, ничего плохого не делаете. Это как ключи, просто ключи к каким-то вашим жизненным обстоятельствам и ситуациям. Уже всем известно, что даже самые известные люди на планете всё равно обращаются к каким-то астрологам, к каким-то людям, кто является проводником с какими-то силами, чтобы пользоваться подсказками, чтобы знать, что выбрать там, это или это, да, как-то если в жизни какие-то вот вопросы возникают. Даже, скажу вам по секрету, мой мужчина, с которым мы уже почти год вместе, он обращается, у него свой собственный личный таролог, который его ведёт уже на протяжении там, наверное, четырёх лет. И он как бы верит очень сильно то, что, ну не всему то, что говорят, но он пользуется ключами, да, если ему по бизнесу какие-то подсказки ещё там, в общем, это, и так, меня это заинтересовало давным-давно, меня прям тянуло, у меня ещё по моему знаку, по моему human design, по очень многим аспектам у меня вот этот дар есть, я могу это всё делать, и я чувствовала всю жизнь, что что-то такое вот можно использовать. И вообще как бы очень полезно женщинам заниматься какими-то духовными делами, это также и медитация, это могут быть карты Таро, астрология, это эзотерика, в общем, всё что угодно, да, это полезно делать женщинам, так как мы всё-таки являемся вот этими проводниками, музами, мы как те же, те самые кошки, да, очень мистические и загадочные, и у нас это в крови, у нас это прямо испокон веков, из древности, поэтому ничего в этом плохого не вижу, и я знаю, что всё равно будут какие-нибудь негативные комментарии в эту сторону, но мне без разницы, пишите, что хотите, я знаю то, что я делаю, у меня всегда всё хорошо, и я всегда всё делаю правильно. По ситуации в Америке у нас, конечно, в принципе, то же самое, что и во всём мире, коронавирус, носим маски, санитайзер, отменили давно-давно и в этом году уже не планируются никакие крупные мероприятия, сборища, то есть концерты, ивенты, то есть, например, Тони Робинс отменил все свои выступления, которые он проводит каждый месяц, сборы по личностному росту, и теперь он всё проводит онлайн, то есть все те же самые его мотивационные семинары вы можете прийти онлайн, так что всё сейчас онлайн, всё отменено, многие места закрыты, кое-что открыто, дурдом. Выезжать за границу мы не можем, потому что нас не пускают никого, ну меня как бы, может быть, ещё и впустят в Казахстан, да, потому что у меня казахстанский паспорт обратно, но в Европу, например, я уже не смогу выехать, так же, как и все тут американцы, не могут выехать в Европу, даже если у них американский паспорт, их не пускают. Дурдом. Чё, выборы Трампа скоро в ноябре, и в связи с этим тут вообще у нас сумасшедший дом. В Америке никто бы и не подумал, что может такое всё происходить, ужасы, которые вы читаете в интернете, как бы там всё 50 на 50, правда-неправда, это, в общем, дурдом. Мы тут в этой каше, стараемся, в принципе, всегда держаться на позитиве, потому что Флорида, как и никак, знаете, такой штат курортный, всегда солнце, всегда тепло, лодки, вода, пляжи, и всё равно чувствуется такой релакс. Например, в других штатах, где нет воды рядом, у них немного посложнее ситуация, чувствуется напряжение немного, потому что всё закрыто, некуда ходить, а у нас, как бы, в Флориде хотя бы люди могут на пляже пойти погулять. Вот. Так, в принципе, всё хорошо. Сара ходит в летний лагерь всё время, то есть она всё лето проходила в летний лагерь, каждый день, там они с утра до вечера без масок, и просто каждое утро проверяют температуру у детей, когда вы привозите на машине, они сами открывают дверь в машине, измеряют температуру, дают бумагу, чтобы вы расписали, что вы привезли ребёнка, что вы потом забрали ребёнка, всё. Каждый день они просто проверяют температуру. Если температура выше 98, вроде как, 98 по Фаренгейту, это у них, я даже не могу перевести пока, сколько вы можете в Гугле перевести, это тогда можно допустимая температура, если выше уже не пускают. Один раз мы приехали, ей измерили вот этим пистолетом, а у неё температура выше нормы, и нас не впустили в лагерь, и я обалдела, потому что она хорошо себя чувствовала, я по ней видела, что у неё ничего нет, я даже хотела, чтобы они ещё раз измерили, потому что я не поверила, что у неё температура какая-то, они ещё раз измерили и сказали, да, у неё выше, у неё 98 было, мы приехали домой, я измерила своим термометром, и у неё была нормальная температура там 96, в принципе, это по вопросу как 36,6, да, как грубо говоря, то есть нас зря отправили домой, не знаю, что это было, и, ну, радует хотя бы, что люди придерживаются правил, и не впускают детей, у кого какая-то там температура чуть повышенная, вот, ну что, ребят, всем спасибо за просмотр, до следующего влога, пока-пока!